всем привет сегодня пишем такой вид города белладжио это италия вот я просто интернете выбрал фотографии и начнем тут я палитру особо чуть-чуть так иногда буду здесь указывает что я беру а так сегодня будет такой комбинированный может и мастихин и кисточка и все подряд вот сейчас я взял еще сиена с голубым и вот две вот пока темные моменты ну тут можно уже сразу и белело включить потому что у нас будет и мастихин немножко письмо такое по слою краски так вот я беру crop лак голубой пациенте разные оттенки тут пока лучше обращать внимание на тон вот таким тоном закрашиваем все это дело вот я добавил еще просто красного светлого чуть даже и оранжевого чем тут такая смесь и справа немножко так по архитектуре сейчас беру немножко красновато с оранжевым вот сюда здесь тоже будет тень пока все заполняем так довольно обобщенно и немножко я уже пробую чтобы немножко было такое разноцветие не одним каким-то цветом и тоном да то он примерно один а цвет немножко разным так и дальше у нас пойдет уже дальний план там намного все белесе потому что у нас воздушная перспектива вот я беру белело чуть голубой и немножко вот оранжеватый чуть-чуть краплака он дальний момент это города там на фоне немножко не такие серийные серийные 1 тут еще озеро возят внизу тут у нас крыши готовим такую базу подмалевок можно сказать так и небо еще светлее вот здесь у нас светлая стена мы можем тоже так вот чуть-чуть слоя краски добавить можно и потеплее вот ну и вот кусочек тут крыши тоже нужно что-то такое ну потом конечно появится уже эти светлые тона вот так ну теперь я немножко попробую что-то поделась мастихином значит чуть-чуть пролдюсь по небу вот я беру попробую ножка ультрамарина и белила тут нам хорошо смешать вот у меня сейчас они немножко идут полосу и так разные цвета белила и ультрамарина ну я их тут кого смешал можем на поле это сразу смешать хорошо дальше немножко можно пройтись по горе уже там сиреневатая сет дальняя вот можно попробовать так сделать сиреневатого может быть это слишком чуть-чуть сделать чуть в синюю сторону так 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 тут горы такие лесистые поэтому таких прямо этих нет скалы или что там есть какие-то кусочки но нет и сейчас попробуем чуть показать вот я сейчас взял немножко зеленого того чтобы подбросить еще отсюда вот чуть еще зеленее и немножко оранжевая свете сиеной вот нам более близкий план он чуть холоднее я добавил голубого фц вот так указать показать и вот он прям так по всей длине спускается вниз Вот и также чуть-чуть на той горе тоже искачат такие небольшие моменты. И вот тут идёт уже с городок, чуть-чуть сделаем тоже ощущение каких-то там домов. Дальше тут идёт уже берег и немножко светлого тона. Это может быть и песок, и просто какие-то камни. Вот также какие-то сооружения видны. И повыше там уже мелкие дома. Ну, там у них и крыши. Вот так, где-то так разбрасываем. Если лишнее, что-то убираем. Ну, что в ощущении, вот такого городка там была. Вот так. Вот так. Ну, можно чуть-чуть ещё там какие-то вот такие моменты отражения сделать. Вот так кое-где. Вот теперь переходим на ближний план. Более ближний. Вот я, например, беру сейчас оранжевого, красного. Вот немножко так зеленовато сиена. И вот делаю вот сюда. А здесь такой дом близкий такой. Цвет таракотовый такой. А потом чуть-чуть ещё добиваю здесь. Можно где-то и сиену. Вот я чуть-чуть сиену вот так. Прямо почти чисто сиену дарил. Там у нас будут и какие-то окна. Вот я чуть голубого ФЦ добавил сиену. И делаю, допустим, вот... Вот где-то такие окна. Вот где-то тут балкончик есть. Тоже пока так на видео. Чуть позже проработаем. Вот тут смотрим перспективу. Немножко так наводим. Дальше смотрим. Здесь у нас улица такая спускающаяся к морю. И лестница там. Значит, чуть-чуть определим рисунок вот этих крыш. Вот тут несколько домов подряд, но они так... У них крыши разного уровня. Ну и конечно там светотеневые моменты. Это чуть позже мы еще доработаем. Вот еще сверху что-то вот такое. вот и внизу чуть-чуть наметим сейчас. Вот какие-то там двери. В общем, нюансы архитектуры. Вот я взял чуть зеленого. Его оказалось много. Я чуть беру краплак. Немножко оранжевого. В общем, тут можно много чего. Пусть немножко будет побогаче по цвету. От этого хуже не будет. Чуть наметим окна. Ну, возможно, потом что-то перепишем, что-то оставим. Но все равно чуть-чуть так намечаем. Здесь, конечно, еще надо по цвету поискать поинтересней. Вот потом у нас здесь идет такая зелень. Вот я беру пока теневой момент. Вот где-то вот тут она пройдет. Вот и тут на балконе тоже много чего. Вот тут вот из растительности. Ну и архитектура тоже присутствует. Вот там какие-то балконы там. Вот теневой момент. И тут тоже. Вот сейчас я взял чуть желтенького. и добавлю вот здесь какой-то пучок дальнего, видимо, дерева. Так, чуть-чуть здесь корректирую. Главным асихином нельзя прямо так вырисовывать все. Вот чуть-чуть все время какие-то движения. И мы смотрим, что оставляет, какой след. И от этого и решаем, что там дальше делать. Или убираем, или оставляем, если это интересно. Так, тут у нас балкон еще один. Вот теперь вот здесь у нас такое холодное такое место. Да, в принципе, это тень. Что-то мы так и оставим. Тоже какие-то там стоят в этих горшках и цветы. В общем, зелень и разные там. Тоже мы особо не вникаем в это, что там пятно такое ставим тоже. Думаю, это уже зритель догадается, что там стоит. Дальше что у нас тут? Вот немножко по дому. Оторвем один от другого. Оторвем один от другого. одну пока мы по свету еще не работаем я в основном вот у not нужно сказать теневыми участками так это слишком светло вот уже что-то да может быть вот я решил чуть-чуть сделать по поярче хоть и тень как бы более ярко потому что иногда так отраженный свет такой эффект бывает когда свет отражается и чуть-чуть подсвечивает но это не прямые лучи а отраженный свет чуть-чуть потом конечно надо под собрать это не слишком такого хаоса вот И дома. Вот я беру уже более чистое белило, но чуть-чуть его подтеплю оранжевым и ставим вот такой мазок, в данном случае мастихеновый мазок. Вот внизу тоже, вот так. Потом тут у нас чуть поближе дом идет какой-то. Вот стена вот этого дома. Потом еще ближе я опять чуть теплее делаю с оранжевым. Но как бы уже здесь тоже свет. Вот так. Ну и тут уже можно тоже смело засвечивать. Вот так. Чуть соблюдаем рисунок. Как вот эта тень идет по сине, где-то скользящей. Ну, чтобы это правильно было по рисунку. Так. Ну, например, вот здесь крыша, да? Ну, ладно. Крышу я чуть попозже сделаю. Вот мне тут немножко вот надо будет горы чуть-чуть. Сейчас я вижу не очень хороший тон по попаданию. Что-то там изменил. Ну, вот сейчас я как раз возьму и попробую там все-таки по тону исправить. Так. Я смешиваю. Вот я вижу, что слишком темно. Ну, вот сейчас я смешиваю и получаю чуть светлее. Ну, вот что-то вот такое может. Главное, тон все-таки важнее. Пусть по тону везет такие. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. чуть-чуть я где-то здесь вот так по теням еще пройду что тоже не было слишком однообразно глухо вот заодно вот этот тонн спины тут тоже вот немножко делаем ощущение лестнице не осветляем он чуть-чуть там разница по цвету и тону вот 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 так там конце улицы там тоже что-то происходит сейчас вот там кого внизу продолжается дома а с этой страны у нас вот этой зеленью как зрительно прерывается ну здесь у нас вот на улице попадает такой свет уже и на лестницу вот 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 так значит вот здесь у нас зелень засвечивается вот я беру желтый зеленый и даже чуть белила сделать довольно яркий ярко это зелень яркую вот так даже еще ярче вот где-то у нас там тоже может быть мы еще более ярче сделаем здесь дерево вот тут еще какие-то моменты есть чуть-чуть это тоже где-то и кисточкой проработаем теперь чуть по крыше вот здесь у нас довольно яркая крыша эту крышу мы можем так прямо сделать еще ярче и довольно пастозно тут кого нужно пастозность чтобы заиграла и 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 ну там есть небольшие моменты что они чуть-чуть вот какими-то своими краями чуть-чуть так друг от друга отрываются это явно нужно не стоит делать но так намек показать можно там еще такое падает с одной крыши на другую так вот и вдалеке там тоже есть это крыша не чуть подальше тоже есть что такое так вот такая фактура не помешает это вполне может быть тут еще какая-то надстройка и тут тоже есть крыша такая так тут еще труба чтобы труба была не плоская мы показываем еще одну плоскость справа справа так но не будем совсем подробности уходить как-то не совсем все понятно но примерно вот что такое нужно оставить вот здесь чуть-чуть я подниму это немножко такое совпадение с этой линии это не такая уж проработка но для мастихена это в принципе довольно такая большая проработка поэтому мы с хеном и не пытаемся прямо так каждую эту если передали вот судь судь да и текстами все этого хватает как начнете там что-то выковыривать это уже будет не очень хорошо здесь вот тоже что то есть такое на этих дверях что-то такое потом тут много чего из таких тонких моментов до проработок вот я сейчас чуть-чуть вот так вот например здесь есть балкончик с такими тонкими периодами то я беру чуть-чуть вот так краем мастихена ну конечно тут по возможности все-таки сделаю максимальная все что возможно мастихена на ну то может быть какие-то еще деталировки чуть-чуть можно будет кисточкой так потом из детали таких вот здесь такая такой навес здесь прямо тоже попытаемся это передать мастихена и вот потом что у нас но чуть-чуть вот по дому можно немножко так вот я беру опять вот этот яркий яркий для крыши и вот так прохожусь по этой крыше там где-то еще цепляет можно чуть-чуть так дальше что у нас происходит вот тут например какие-то чуть-чуть ощущение такое ощущение что колонна вот немножко так сделаем пусть будет если они похожи то значит будет колонна вот вот он у нас тут под этим есть тоже такой навес вот сейчас сделаем вот сначала это теневой вот и начиная вот с этого с этой части так сейчас идет свет вот тоже можно чуть-чуть таким красновато-орожеватым сделать а тэр вот 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 и вот 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 дальше здесь у нас тоже много чего тут происходит вот уже от двери таких же как жалюзи до смысле как ставни ну вот с такими штучками вот потом что у нас тут можно вот например из детали здесь вот на крыше тоже еще одна труба ну как деталь раз есть указать чуть-чуть с тенечком вот перила вот здесь перила тоже вот такие мелочи принципе они интересны всегда они как-то так делают играть свою положительную роль потому что на контрасте с большими моментами они как-то ну зрительно картинка смотрится выигрышно когда на контрасте большие плоскостя и вот такие деталировки небольшие вот тут еще есть такая такой фонарик да это тоже в принципе деталь очень такое интересное поэтому где-то вот тут получается на нас вот так лучше тоже передать это вот тут день довольно яркий поэтому фонарь естественно у нас не горит а просто присутствует присутствует так а и и и Продолжение следует... Так, ну тут такая штучка, на которой это висит, довольно изящная, поэтому мастихином это не очень удобно делать. Но есть варианты, где это все-таки можно было бы мастихином процарапывать, но для этого надо этот вариант чуть по-другому подготовить. Можно где-то и как бы процарапать, если мы там, допустим, подготовим темный фон, и на светлом процарапаем это будет темный. Ну это очень много разных вариантов тут. Просто это надо именно наглядно увидеть, какие могут быть варианты. Вот, ну тут, конечно, можно заодно, раз уж мы взяли, тогда я чуть-чуть подброшу вот какие-то такие. Окон. Потом тут тоже есть какие-то балкончики. Как бы ничего страшного, здесь мы где-то что-то комбинируем. Это нормально. Главное, чтобы это оправдывало. Тут, как бы, нету такой цели, что вот все написано на стихе, но здесь уж надо, а то всегда можно взять с помощью кисть. Вот, значит, что у нас такого, а вот еще чуть-чуть я сделаю вот этих моментов. Вот, потом какие-то там можно ощущения вот этих туристов, которые там ходят. Их тоже не вырисуем, а так. Вот примерно пятнами. Вот как бы тут женщина в шляпе, да, вот она попала чуть-чуть под солнце. В каком-то там красном платье. Ну и не надо там уже, там ножки, ручки. Это уже, понятное дело, где-то там подразумевается. Вот это зеленое сейчас я вот так еще поактивнее, вот так прямо. Тут не надо бояться таких этих пастозностей, потому что мастихин это дело любит. Вот, ну вот примерно уже вот такое состояние вполне может быть. А, и ударю вот здесь вот что-то такое все-таки. Это море там, чтобы чуть-чуть оживить. Кто-то что-то должен. Всех приглашаю на мастер-классы в Москве. Питере, Питере. И подписывайтесь на канал. Чуть-чуть вот здесь смягчу. Ну и если вдруг какие-то вопросы, пишите. Пишите там в комментариях. Ну и всем удачи. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок